всем привет спасибо как всегда говорю тем кто пишет комментарии под моими монологами роликами видео обзорами как угодно можно называть спасибо тем кто материально поддерживает канал и напоминаю вам о плейлистах в плейлистах уже очень много пластинок показано поэтому если вдруг хотите какую-то свою любимую пластинку увидеть сначала посмотрите в плейлисты возможно она там уже есть ну а я что я вот в футболке с джоном леноном на моем календаре вчера был день рождения джона ленона мы не совпадаем по времени выхода роликов но это ничего абсолютно все время наше я так считаю что все время наше сегодня завтра послезавтра год назад 10 лет назад вообще никакой разницы ну и вспоминаю я джона ленона и вспоминая его я не стал показывать пластинки джона потому что я их и так показываю и еще буду показывать много и долго хотя сольных альбомов у джона немного но тем не менее есть битлз есть его наследие есть какие-то параллели и так или иначе главный битл а я считаю его главным битлом и не только я вообще это потрясающий конечно композитор поэт певец исполнитель гитарист все что угодно это потрясающая фигура музыки 20 века я достал пластинку пилтона джона под названием jump up 82 года издания ну прошлого века естественно давно вроде бы это все было так странно говорить музыка прошлого века но тем не менее 1982 год jump up не самый раскручивый в массах альбом прямо скажем хотя пользовался популярностью вполне себе крепкой и даже критики хорошо они отзывались хотя и достаточно осторожно потому что критики же взливые тоже люди если не сказать цикливые извините за такие слова им же деньги платят за их обзоры поэтому они очень аккуратненько виляют между вкусами аудитории вкусами выпускающих компаний вкусами радио диджеев и и вкусами тех кто вообще им платит зарплату своих изданий поэтому с критиками так надо конечно осторожно дело мить а мне пофигу абсолютно мне никто ничего не платит за эти обзоры мои музыкальные поэтому я говорю то что думаю так вот даже критики не ругали пластинку и продавалась она достаточно хорошо в нашей стране она не очень известно насколько я представляю насколько я ориентируюсь в пространстве пластиночном тем не менее половину 80-х годов и половину 90-х я провел с музыкой этого альбома он очень интересный вообще 80-х 80-х элтон развернулся очень крепко не в смысле развернулся как композитор ему разворачиваться особенно и не нужно было никогда потому что он все все говорит своей музыкой насколько широкой глубокой и всеобъемлющей что 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 тут ничего доказывать никого не надо и кстати говоря я не могу назвать элтона джона музыку элтона джона не роком не поп музыкой ничем таким это абсолютно отдельная история отдельная музыка элтона джона она самодостаточна она не нуждается ни в каких приставках ни в каких эпитетах скажу элтон джон сразу все понятно правда согласитесь со мной да элтон джон играет музыку в стиле поп элтон джон играет музыку в стиле софт-рок это ерунда просто элтон джон все ясно код развернулся он в сторону как раз немножко другого звучания более современного конечно же 80-е пришли и не утратил абсолютно не своего мелодизма не сложности музыкальной не тонкости ничего не утратил но стал как-то стал глубже на самом деле несмотря на то что появились ритмы такие все-таки все легло в более темповые штуки но стал взрослее что естественно да стал мудрее музыка стала глубже что доказывает этот альбом jump up как бы танцевальная как бы jump up прыгать прыгай прыгай танцуй все здорово ну и прыгаем мы с первого номера 2 джон достаточно легкая песенка так такая так себе не самое интересное спит фул чайлд элтон джон всегда мелодичные писал песни и плохого ничего про эти два номера сказать не могу они мелодичные интересные живенькие хорошие но иксер болан чейн следующий номер питтаун сын играет на акустической гитаре потрясающе со своей правой рукой как будто сделаны это не сделали как будто в ней мотор вшит электрический очень здорово играет питтаун шинт очень здорово поет элтон очень хорошая песня просто это я подхожу главного почему я в футболке с жоном ленноном почему в моих руках пластинка восемьдесят второго года легал бойц очень интересная штука и вот здесь я скажу следующее что я я ведь не музыковед не исследователь не пишу диссертации о музыке и в общем не отслеживаю какие-то такие глубокие исторические события жизни музыканты я послушаю пластинки и я не помню есть ли у элтона джона какие-то большие симфонические произведения ну типа оратории да как у пола маккартни мне не приходит в голову ну кроме король лев я не считаю да это отдельная история вот такие вот уходы в такой прогрессив какой-то такой симфонии заигрывания с какими-то большими формами что-то не приходит в голову и вот песня на легал бойц она написана в соавторстве не в соавторстве а точнее написано с тимом райсом райс и вебер помните да джизг райс суперстав так вот тим райс абсолютно ориентированный на современные популярные оперы человек и с алтаном джоном написано песню вот это легал бойц короткая конечно там присутствует и оркестр ну она настолько сложная затейливая и вместе тем легкая как всегда это на джона что она в принципе убирает необходимость в больших симфонических формах для этого джона здесь все сказано в одной такой коротенькой песни он умудрился хотя у него есть прекрасная прекрасная вещи с оркестровками там blue movies пластинку я показывала она вся с оркестром вся красивая роскошная но здесь такая оперная история коротенькая и все понятно что человек может все вместе с тимом райсом сделана такая штука а не робот но это привет 80 поклон драматичная абсолютно идиотская песня с хорошей мелодией с бешеным ритмом с ревущей гитарой все здорово все супер а вот blue eyes последняя песня на первой стороне еще одно удивительное событие типа legal boys тут уход в оперу а тут уход в джаз в смысле в джаз такой близкий к фрэнку синатре туда прекрасная фортепианная игра прекрасно написанная музыка она так по на это просто настолько вот есть можно поп джаз там как угодно ну из пета все в джазе все все так так не так неожиданно после особенно после там вот этой самой али робот и после д джон после болон чейн такая глубокая джазовая джазовая по полу полотно не полотно а такое маленькое полотно такое но пробирающая открываешь рот от удивления вот это да вот это номер ну и я подошел собственно говоря к джону леннону элтон дружил с джоном ленноном очень сильно переживал его смерть и берни топин который писал тексты для этого джона тоже переживал очень сильно и через некоторое время после смерти джона ему пришли неожиданно стихи песни элтигадон хей-хей джонни в скобках он принес их элтону элтон мгновенно написал лучшую на мой взгляд на мой взгляд лучшую песню посвящение джону леннону очень хорошая песня есть у группы квим который называется дай бог памяти вылетел из головы на альбоме hot space хорошая песня леннон из джиньерс там поет фредди мэркви но там там вечный квинновский пафос и и и и такое все засахаренное такое а эта песня элтигадон настолько проникновенная настолько честная настолько чувственная настолько простая по посылу ее можно слушать бесконечно это на мой взгляд послушайте на мой взгляд это лучшее посвящение джону леннону из всех существующих по крайней мере всех что я слышал вот на мой вкус это просто непревзойденная вещь непревзойденная хей-хей джонни я стучусь но мне никто не открывает я стучусь и кричу хей-хей джонни выходи гулять выходи играть как маленький мальчик который хочет играть в футбол клетей джонни где-то где-то стучусь никто не открывает и сад зарос сорняками за которым ухаживал садовник некому его прореживать и растить ростки добра скажем так ну изумительная мелодия очень тонко спето все очень чисто и точно сыграно никаких излишеств хотя и сильно плотно громко общем песню прекрасно и в день рождения джона леннона я слушал эту песню несколько раз и радовался тому что я застал все таки это застал битлз застал джона леннона и понял всю эту музыку и мне стало хорошо и эта пластинка элтона она хороша не только теми песнями как про которые я уже рассказал но в первую очередь конечно empty garden это это безусловный безусловный шедевр вот как можно сказать она посвящена конкретному человеку конкретному джону леннона спето придумано и записано безо всяких безо всяких вот этих шоу-бизнес перешел у бизнес вот это бабло не бабло вот это все но это слышно и понятно потому что они были друзья это песня для друга я пропущу прекрасную песню princess очень интересную дискообразную не пугайтесь только этого слова дискообразную мощную сложную мелодически с очень хорошим рефреном песню в эхо all the good times gone она длинная мощная по элтон джоновски такая много-много всего напета кстати а в песню legal boys я забыл сказать тим райс написал текст а элтон проявил себя удивительным вокалистом смысле так ритмически выстроил мелодию что очень сложные длинные строчки он проговаривает пропевает в мелодической линии послушать очень очень здорово и подхожу к главному ко второму главному первое главное это empty garden hey hey johnny и all quiet on the western front на западном фронте без перемен или все спокойно на западном фронте по мотивам известного романа эриха мария ремарка но эта песня на мой взгляд она лучше чем роман эриха мария ремарка мне так кажется она на сегодняшний день она более чем актуальна all quiet on the western front она от тех она посвящена всем тем кто сейчас посвящена всем погибшим на всех войнах за все время существования земли на тех которые идут сейчас везде в разных странах прямо сейчас на тех которые были и к сожалению на те которые еще будут ведь песня настолько она мощная с таким финалом который просто прибивает пробивает и ты видишь и понимаешь о чем это спета и как это сыграно и как это придумано и как это как адекватно вот этот грандиозный финал как он адекватен смыслу песни и он это это не лишний пафос потому что там три аккорда всего играется в финале это реквием по всем усопшим по всем погибшим на всех войнах и я еще раз повторю это не пафос это не специально сделано так чтобы все это загремело а это сделано это слышно что прочувствуем прочувствовано это прочувствовано этом и и этот цепляет это не просто цепляет а это заставляет переслушать эту песню пересмотреть ютюбе видео на эту песню и подумать еще раз обо всем том о чем поется в этой песне all quiet on the western front элтам джон 1982 год а я пойду пить с джону леном вместе пока